Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем, чем жила Самара на прошедшей неделе. И вот чем особенно запомнились уходящие дни. А топительному сезону в Куйбышевском районе быть. Ситуация с невыплатой зарплаты работникам ЖЭУ сдвинулась с мертвой точки. А дорога серую ленту и вьется. Улицу Гая отремонтировали в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Улица Ленинская на два часа перенеслась в прошлое. Там прошла реконструкция боя белогвардейцев и красноармейцев. Сдвинулась с мертвой точки ситуация с невыплатой зарплат работникам пяти ЖЭУ Куйбышевского района. С середины лета они не получали зарплату и не выполняли никакой работы. В том числе и по подготовке к отопительному сезону. После вмешательства районных властей договор с недобросовестным подрядчиком был расторгнут. В причинах случившегося разбиралась Лариса Шалафаст. Вот стена, видите, она вся мокрая. Вся мокрая. Вот я ее вытираю, вот пожалуйста. Она вся, ну туда я ее уже не достану. Коммунальный рай без хлопот и забот покинул квартиру Натальи Нагаткиной еще в августе. В перекрытии между этажами лопнула труба канализации. И все ее содержимое хлынуло на первый этаж. О случившемся женщина сразу сообщила в ЖЭУ. Но оперативной реакции не последовало. Несколько недель Наталья Владимировна убирала все, что стекало с верхних этажей. Когда терпение и силы закончились, пришлось перекрыть воду. У меня здесь стояли полки. Полки были мокрые. Был инженер. Он составил, я не знаю, как это назвать, смета, не смета. Он приходил, составил смету, я подписал, он забрал и отдал в ПЖРТ. В ПЖРТ дозвониться невозможно. Сколько бы я ни пыталась, бесполезно. А ЖКК у них один ответ. Мы бастуем, нам не платят зарплату. И это в Куйбышевском районе не единственный случай. Трубы текут, ремонтировать некому. Не готовит и отопительную систему. Чтобы разобраться в ситуации, мы приехали в одной из ЖУ управляющей компании ПЖРТ Куйбышевский. Люди рассказали, забастовка для них последняя надежда. Зарплату не получают, начиная с июня. Нас кинули по зарплате еще это с июля. С июня уже вообще не выплачивалось. Июнь, июль. У людей у некоторых за апрель не выплатили зарплату. И в итоге это все тянется по сей день. Выяснилось, что все пять ЖУ не принадлежат управляющей компании, а находятся на подряде. Расплачиваться с работниками должен был подрядчик, которому, по словам представителей ПЖРТ, деньги перечислялись регулярно. Но до работников в итоге они не доходили. По документам оказалось, что люди вообще официально в организацию нетрудоустроены. Нам, когда выдавали аванс 3000, нас заставили подписать бумажки, потому что не давали зарплату. Задолженность. Задолженность и все остальное. И заставили подписать оклад на 0,5 ставки. Это нигде в законе не прописано. На все ответы, как, если я раньше получал 15600, сейчас я получаю 5600. И то из этого я получил 3000 в августе месяце, и все, на этом все закончилось. Сотрудники ЖУ обратились в трудовую инспекцию, но поскольку официально все эти люди безработные, результата не было. Писали в прокуратуру, в приемную президента, написали коллективное письмо в районную администрацию. Получили опять коллективное письмо от начальников ЖУ с подписями по невыплате зарплаты. Соответственно, мы известили компетентные органы, в том числе прокуратуру, департамент ЖКХ, государственную жилищную инспекцию. Соответственно, у меня была встреча с представителями компаний. Мы контролируем, да, постоянно находимся на созвоне с представителями ЖУ, с представителями управляющей компании ПЖРТ. Ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. С недобросовестным подрядчиком договор уже расторгнут. Вопрос о взымании с него пропавших средств будет решаться. Выплатой зарплат людям займется компания-владелец управляющей компании. На встрече с руководством компании людям пообещали, что зарплату за месяц они получат в ближайшие дни. Мы перешли на новую платежную систему. Частично с этим были связаны срывы. В свою очередь, говоришь, сейчас все меры предпринимаем. За счет займов мы гасим задолженности. Руководство компании пообещало решить вопрос и с трудоустройством сотрудников пяти ЖУ Куйбышевского района. Мне четко проговорили, что люди будут трудоустроены согласно трудовому законодательству. За время подготовки сюжета к эфиру работники ЖУ сообщили, что деньги начали постепенно поступать на счета. Теперь задача коммунальщиков оперативно подключить отопление. В ведении управляющей компании в Куйбышевском районе находится 655 домов. Батареи будут прогреваться постепенно. Полностью подключить весь жилой фонд должны до 10 октября. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. А дорога серую ленту и вьется. Улицу Гая отремонтировали в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт выполнили быстро, всего за одну неделю. Сейчас работы на всех участках по проекту завершены и идет процедура приемки качества. Дорогу принимал и наш корреспондент. Специальным инструментом, дорожной рейкой, представителям БУ «Дорожное хозяйство» измеряют ровность и колейность дорожного полотна на улице Гая. Здесь недавно закончили ремонт, который проводился по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик справился всего за неделю, обновив почти 2 километра проезжей части. Работы велись круглосуточно. Ночью фрезерование, днем устройство новой дорожной одежды. Теперь идет приемка выполненных работ. Для этого специалисты также производят замеры длины и ширины отремонтированного участка. С помощью рулетки и курвиметра. Все соответствует параметрам, заявленным муниципальным контрактом. Непосредственно мы измеряли отремонтированный участок, то есть длину и ширину. Также проверяли ровность дорожного покрытия. На данном участке ровность покрытия соответствует. Отклонения находятся в допуске. Специалисты также отобрали и образцы асфальта, чтобы проверить его качество. Лабораторная экспертиза будет готова в течение недели. Подрядчики на участке положили асфальтобетон марки Б1 толщиной 5 см. Такой материал отличается высокой прочностью. Также весь процесс от начала работ до приемки контролируют и жители. Их обращения в профильный городской департамент, а также предписания ГИБДД повлияли на то, что улицу Гая взяли в ремонт уже в этом сезоне. Общественники отмечают, что во время ремонта подрядчик всегда отвечал на их просьбы и оперативно исправлял, если были какие-то замечания. Неровность была устранена, неровный асфальт положили. Жители обратили на это внимание и подрядчику довели информацию оперативно. И подрядчик устранил данные. Также подрядчик после обращения жителей дома номер 36Б по улице Лукачева дополнительно установил лежачего полицейского, который теперь будет препятствовать застаиванию дождевой воды у фундамента здания. Вообще все ребята, кому я обращалась, с кем разговаривала, все как-то мне давали там телефоны, содействовали, помогали. Я очень благодарна. Ремонт улицы Гая выполняли в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Восстанавливали участок от Ворубеля до Луначарского картами свыше 100 погонных метров. Улица Гая вошла в дополнительный перечень объектов ремонта по федеральному проекту. Всего в Самаре только по данной программе отремонтировали 63 участка. Это на треть больше, чем было запланировано изначально. Их протяженность почти 65 километров. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Странные лица продолжают захватывать фасады домов в Самаре. В понедельник мы давали сюжет об инсталляции, которая появилась на стене жилого дома по улице Мичурина. Она представляет собой лицо, глотающее ногу. А на следующий день наша съемочная группа обнаружила второе лицо. На этот раз на улице Куйбышева. Кто автор необычных инсталляций? Расследование провела Кристина Инчина. Уже два лица смотрят на самарцев с домов города. Второе появилось на здании кинотеатра художественный. У него нет устрашающей ноги во рту. Зато у него есть борода. Огромное лицо, висящее на уровне третьего этажа, напоминает лицо с фасада дома на Мичурина 8. Напомним, в минувшие выходные оно появилось на стене дома напротив ТТУ. Инсталляция в шляпе и с ногой во рту вызвала неоднозначную реакцию горожан. Появление нового арт-объекта на улице Куйбышева оказалось таким же необычным. Как мы выяснили позже, не все здание принадлежит кинотеатру художественной, а лишь второй этаж. Третий на данный момент пустует. В помещении много картин. Вахтер говорит, еще недавно на третьем этаже обитали люди творчества. Снимали у нас здесь третий этаж музыканты, художники. Вот и картины, это их и остались. Ну, что-то у них там не заладилось, они съехали. А давно съехали? Да уж месяца два, да, Оль? Месяца два. Среди картин бросается в глаза объявление. С крыши могут залезть Клаус. Имя самарского уличного художника встречается при входе в здание на водосточной трубе и еще пару раз на третьем этаже. Самарцы предполагают его причастность к появлению лиц на фасадах домов. Почерк художника действительно очень похож. Самыми известными работами Клауса стали рука из папье-маше, ползущая на крышу дома, и огромный глаз в пустом оконном проеме. Вот что люди думают по поводу появления огромных лиц на улицах города. А так приятно посмотреть. И вы знаете, выделяется из общего стандарта всего. Так что мне нравится. Вот на меня лично это навевает какую-то неприятность. На какую-то трагедию, что ли. Мне такие не нравятся лица. Солнечные. Вот цветы идешь и улыбаешься. То есть должно быть, я считаю, такое. А это надо просто немедленно убрать. Это классная тема, то, что вешают такие замечательные, так скажем, произведения искусства. Ну, потому что они помогают как бы отвлечься от вот этих вот старинных зданий, полуразрушившихся, так скажем, и придают немножко современности, что ли, старому городу. Я думаю, что это тот же самый, что и маленькие лица, наверное, клеят. Не знаете, кто маленькие лица? Не помню. Это, кажется, тот же человек, который писал везде гвоз. Как сообщают самарские интернет-порталы, Клаус отрицает свою причастность к новым арт-объектам, хотя это не мешает ему активно постить их на своей странице в сети Инстаграм. Он не только публикует там лица, но и дает им название – макро-рыло. И, судя по его фотографиям, таких инсталляций в городе три. Последнее лицо располагается рядом с одним из самарских отелей. Мы будем следить за развитием событий. Кристина Инчина, Григорий Плешаков. События. Все прошлые выходные в Самаре лучшие веб-умы делились друг с другом успешными практиками, технологиями и новостями. Фестиваль 404 собрал IT-специалистов со всей России и зарубежья. С инициативой возродить фестиваль выступило областное правительство. Подробнее – Мэри Елчан. Эти ребята знают все об информационных трендах и с легкостью могут создать новые приложения для гаджетов. Денис Пушкин родом из Самары, сейчас живет и работает в Москве. Он отвечает за культуру маркетинга в онлайн-школе английского языка. Денис – один из спикеров на фестивале 404. Я буду рассказывать о том, как заработать миллиард. Я поставил себе такую амбициозную цель и выстроил новую модель управления внутри компании. Для того, чтобы к этой цели приходить, я буду рассказывать, как мы выстраиваем эту модель. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в этом году было решено возродить фестиваль в Самаре после нескольких лет перерыва. Организатором фестиваля все эти годы выступает Денис Картунов. Сейчас он общественный советник губернатора Самарской области. Главный вопрос, который интересует всех, почему площадкой для фестиваля стала именно Самара. В этом ничего удивительного нет, потому что у нас прекрасный расположенный к этому город. Люди сюда приехали общаться, обмениваться опытом. Мы постарались сделать, чтобы фестиваль был, во-первых, тот, но соответствовал духу времени, поэтому мы подобрали такие темы, которые люди не смогли пройти мимо. Я готов те предложения, которые есть у IT-сообщества для того, чтобы к трансформации города, для трансформации региона, взять их на вооружение, взять их как целевой показатель своей работы. На фестивале 404 собираются лучшие представители IT-сообщества со всей страны и зарубежья. Например, Максим Сальников, выходец из Самарской области. Сейчас живет в Норвегии. По его мнению, будущее за веб-технологиями. Одна из его лекций на фестивале была посвящена кодам, написанным на разных языках в браузере. Если вы, например, возьмете какой-нибудь самый-самый древний кнопочный телефон, вы будете удивлены, насколько там все быстрее работает, насколько там менюшки быстрее открываются по сравнению с нашими айфонами крутыми. Вот это то, что я хочу вернуть и стараюсь давать материалы разработчикам, чтобы быстродействие вернулось наконец, чтобы мы писали классный код. Еще одним спикером на фестивале 404 стал самый старый рекламщик Рунета Кирилл Готовцев. Он рассказал о главных трендах информационного общества. На самом деле такие следы будущего, когда мы видим, что общество, прорезанное информационными каналами, может на самом деле совершенно спокойно заменять и исполнительную власть, и собственными местами законодательную. И все это довольно интересно и на самом деле может использоваться в бизнесе. На фестивале в эти два дня работали 10 тематических секций, в числе которых мобильные приложения, дизайн, управление продуктами. На интерактивных площадках более 1300 участников общались и обменивались опытом, разрабатывали совместные проекты в области техники, дизайна и логики. Все это направлено на улучшение работы в сфере цифрового развития. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. Не дня без добрых дел. Волонтеры Самарской области презентовали свои проекты на конкурсе «Студент года». Как участники нашли свое призвание и по каким критериям судить проекты волонтеров узнала Кристина Инчина. Волонтер – это состояние души, считает Алина Апрелева. Ее деятельность добровольца началась еще в школе с патриотических акций. «Сирень победы», «Георгиевская лента». Именно тогда она поняла, что видит смысл своей жизни в помощи другим. Сейчас на счету Алины десятки городских и региональных событий, и это не предел. На конкурсе «Студент года» в прошлом году Алина выступала в качестве координатора волонтеров. В этом решила сама принять участие и представить свой проект. Этот проект направлен на помощь Дому малютки. Там дети нуждаются в каких-то средствах личной гигиены, может быть, развивающих игрушках. И мы решили проводить акции, которые направлены на сбор денежных средств. Эти акции проходят у нас в колледже, но к этим акциям может присоединиться любой другой желающий. В 2015 году Алексей Транцев выиграл премию «Добровольца России», поэтому о волнении участников в номинации «Волонтер года» знает не понаслышке. Сегодня он входит в состав жюри «Студента года» и признается, судить волонтерские проекты очень сложно. Чей вклад в волонтерство значимый? Того, кто отволонтерил на FIFA, был на зимних олимпийских играх, представлял нашу страну перед спортсменами и иностранными журналистами? Или тот, кто ни разу в своих волонтерских акциях не выезжал из своей деревни, но сделал там очень много хорошего? Поэтому ответственность на комиссии по волонтерской деятельности, мне кажется, самая высокая. Номинация «Волонтер года» относительно молодая, существует всего третий год. Но за это время стала излюбленной для студентов. Организаторы отмечают приятную статистику. Именно в этом году, в год волонтера, была подана рекордная 71 заявка со всей области. На заочном этапе отобрали 30 человек. И вот теперь на очном участники уже лично представили жюри свои проекты. Сегодня они презентуют себя, впервые знакомясь с нашими членами жюри, но и защищают свой добровольческий проект, в котором мы будем оценивать, насколько они понимают, как правильно и грамотно реализовывать тот или иной добровольческий проект, насколько они понимают, что нужно сделать для этого, чтобы он был готов, как набрать свою команду волонтеров, мотивационную программу для этих волонтеров. Соответственно, в этом году, я думаю, что конкурс выйдет на новый уровень. До 28 октября на очном этапе конкурса жюри определит финалистов всех номинаций, после чего стартует подготовка к финалу студента года. Кристина Инчина, Григорий Плешаков, События. Источник знаний и до сих пор лучший подарок. Библиотека гарнизонного дома офицеров пополнилась редкими изданиями об истории Самарского края, а также собраниями классиков. Акция «Книга армии» набирает обороты. Подробнее в сюжете Юлии Черняевой. Так, а Джека Лондона что читал? Джек Лондона. Джек Лондона. Да. Это, в принципе, тоже чтиво только для молодых людей, потому что там мужество. Школьное время читать. Школьное время, а что? Наверное, белый клык только, да? И сейчас вот в армию пришел, тоже время есть свободное. Не добавить. За 11 лет работы заведующей библиотекой в Доме офицеров Татьяна Меркулова привела тонкий и литературный вкус сотни военнослужащих. Почти 1200 человек, а именно столько числятся на абонементах, регулярно возвращаются сюда за книгами и всегда спрашивают о новинках. А сегодня фонд библиотеки увеличился на полторы тысячи наименований. У нас ведется достаточно плодотворная работа с библиотекой Дома офицеров гарнизонного. Но мне хочется отметить, что мы знаем, в принципе, те запросы, которые военнослужащие дают в библиотеку. И мы постарались это удовлетворить в той или иной степени. Но упор делается на литературу, которая связана именно с образованием, с краеведением. Потому что мы хотим, чтобы военнослужащие, они выходили из рядов вооруженных сил, подкованные, чтобы они дальше старались остаться и на территории региона, и поработать на экономику нашей области. Полторы тысячи книг. Такой ценный подарок совместно преподнесли Общественная и Нотариальная палаты Самарской области в рамках благотворительной акции «Книга армии». Это издание краеведческой направленности, а также правовой, исторической и патриотической тематики. Те книги, которые передают Общественные палаты, мы в этом с удовольствием участвуем. Я думаю, действительно, они привнесут все-таки в осознание и действительность, и правильное понимание, что на самом деле это и политико-экономическое состояние страны. Мне бы хотелось, чтобы, конечно же, наша молодежь читала именно такие книги. В гарнизонной библиотеке можно найти книги не только в военной тематике, про оружие, военную жизнь и устройство армии. Большое количество стеллажей посвящены классической мировой литературе. Есть возможность что-то перечитать из классиков или открыть, к примеру, мир научной фантастики. Есть же места, где интернета нет. То есть на полевом выходе интернета нет, мобильных телефонов нет, а есть книга. То есть поэтому мы вот именно из этих книг, которые нам переданы, общественная палата, нотариальная палата, мы будем составлять ротные библиотечки. И они пойдут вместе с нашими частями на полевые занятия туда, где действительно нет возможности выйти в социальные сети, а вот есть возможность приобщиться к высокому, к искусству, к нашему наследию художественному. Акция «Книга армии» набирает обороты. Большим успехом у горожан пользуются и другие инициативы общественной палаты, связанные с чтением. Шкафы буккроссинга продолжают открываться в парках и скверах города. И принять участие в этих проектах может каждый, просто поставив в шкаф любую книгу и взяв почитать что-то взамен. Юлия Черняева, Максим Гусев. События. Перестрелка на улице Ленинской. В Самаре прошел девятый фестиваль реконструкции «Ожившие страницы истории». В чем смысл действа и как изменился фестиваль с прошлого года, расскажет наш корреспондент. Сегодня Самара перенеслась на 100 лет назад, в 7 октября 1918 года. Девушка, почем пирожки? Соточку за пар, дорогая моя. А можно, пожалуйста, с картошкой и сладенький? Конечно. Держите с картошечкой, держите сладенький. Спасибо. Улица Ленинская забурлила повседневными заботами. Дамы вышли на прогулку, мальчишки продают газеты. Где-то звучит музыка уличных музыкантов, а девушки занимаются торговлей пирожками и самодельными игрушками. Но их тихую и мирную жизнь нарушили звуки выстрелов. Участники военно-исторических клубов воссоздали эпизоды боевых действий, предшествовавших взятию Самары красными в октябре 1918 года и изгнанию из города Белочехов. Увлечь историю, изучением истории современного человека сложно. А подобные мероприятия позволяют выявить интерес. Потому что люди смотрят, красивая картинка, интересные солдаты, у них можно поспрашивать, что-то интересное узнать. И как бы у них появляется интерес узнать что-то дополнительное. И тогда они уже погружаются в учебники. Фестиваль «Ожившие страницы истории» проходит в Самаре уже в девятый раз. В масштабном событии приняли участие 216 человек из военно-исторических клубов 14 городов России. В этом году организаторы фестиваля сделали упор и на повседневную жизнь того времени. Волонтеры, игравшие местных жителей, за несколько месяцев начали учить свои роли. Мы должны как представители музея, как музей, популяризировать это событие, чтобы народ знал и помнил об этой дате. Потому что кто бы они ни были, красные, белые, мы сейчас не перевешиваем на весах, как говорится, кто более прав. Это наша история. Мы должны подходить объективно к этому. И поэтому вот этот фестиваль на это и нацелен. Фестиваль завершился выступлением хора с песнями времен Гражданской войны и постановкой актеров Самарского академического театра драмы имени Горького по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Кристина Инчина, Дмитрий Мешканцов. События. Мастера науки пыльной. В Самаре прошла Уральская археологическая конференция. Ученые из России, Финляндии, Казахстана и Швеции делятся результатами своих открытий. В музее Алабина представлена выставка древностей, которым больше шести тысяч лет. Бусы из клыков вепря и костяные кольца примерил Данил Лучко. Александр Алексеевич преподает историю археологии в Педуниверситете. Участвует в раскопках в Астраханской пустыне и Марийских лесах. Изучает следы неолитического населения и период появления керамики. В Саратовской области исследует местность, где впервые в Поволжье появилось скотоводство. Но есть у Александра находка, которой он гордится больше всего. Ну а самая главная находка моя, жена. Главное ведь не наконечники стрелы или керамика, главное люди. Из всех представленных экспонатов самый ценный и самый интересный – уточка из оленьего рога. Ее нашли в Екатериновке три года назад. А шедевру костерезного мастерства больше шести тысяч лет. Древние народы верили – утка – это родительница мира и символ женского начала. По легенде, именно эти священные птицы спасли жизнь пенелопе, жене Одиссея, не дав ей утонуть. Помимо утки, в некрополе нашли 14 скипетров, наконечники стрел, костяные кольца, бусы из кабаньих клыков и тесла. Это такие топорики. С их помощью совершали обряд порчи вещей. Умер человек, и с ним должна умереть его вещь. Эту вещь специально разбивали, разламывали непосредственно либо над погребениями, либо где-то рядом на жертвенной площадке, и потом уже клали эти обломки тесла в погребения человеку. На 21-ю Уральскую конференцию, которая в этом году проходит в Самаре, съехались археологи из нескольких стран. К примеру, из Финляндии, Швеции и Казахстана. Всего более ста участников. Профессора и ученые делятся результатами раскопок и обмениваются опытом. Смысл поездки на конференции для археологов – это не только показать свои материалы, похвалиться своими результатами находок, но и, конечно, услышать мнение коллег по поводу интерпретации тех коллекций, которые получены в результате раскопок. То есть это самое важное, для чего конференции проводятся. До 11 октября в Музее Лабина и Педуниверситете будут проходить лекции по эпохам каменного, бронзового и железного веков. Увидеть экспонаты можно было только в первый день конференции. Теперь они отправятся в лаборатории. Ведь главная задача ученых – исследовать найденное, а по результатам находок к 20-му году планируется выпустить книгу. Данил Ичко, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Хороших вам выходных!